Андрей Ефремов – фигура, которая не осталась незамеченной. В 2009-м он назначен на должность первого заместителя министра экономического развития. Но уже через год губернатор подписывает указ о повышении 36-летнего чиновника. В 2010-м Андрей Ефремов становится министром экономики области. Прогрессивные идеи – смелые решения. Все проходило бесследно, пока прокуратура в конце 2011 года не выявила интересный факт. Бюджетные деньги уходили напрямую в карманы чиновникам. Тогда завели уголовное дело. Андрей Ефремов был лишь свидетелем. Обвинялись его подчиненные. Без указаний свыше сделать просто ничего нельзя. Все мероприятия даются указания конкретно, что делать и как делать и с кем делать. Поэтому говорить о том, что это была моя инициатива, просто физически невозможно, потому что все контролировалось именно министром. 9 декабря 2011 года экс-министра все-таки заключают под стражу. Следствие установило, 900 тысяч рублей Ефремов получил за обеспечение предпринимателю Победы в конкурсе на торгах. Тогда же ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств по пяти государственным контрактам. Всего подсудимого обвиняют в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Первое рассмотрение дела в суде должно было состояться еще в августе, но его отложили. Экс-министр оказался в больнице. Сегодня она тоже была на грани срыва. В суде объяснили, будут рассматривать только при личном участии подсудимого. Экс-министр явился. Сегодня состоялось второе судебное заседание, где дело рассматривалось по существу. И сколько их еще будет, пока сказать никто не берется. Свои показания должны дать 73 свидетеля. Большинство из них являлись работниками фиктивных фирм. Адвокат Андрея Ефремова пока ситуацию никак не комментирует, ссылаясь на то, что средства массовой информации и так слишком хорошо осведомлены о ходе дела.